У нас возвращаются сатиновые помады, я знаю, что их очень давно ждали, я знаю, что у меня клиенты очень любят эту помаду, поэтому вот, она к нам возвращается, вот такой флакончик у нее, как у матовый, только ребристый, вот, и здесь вы открываете помада со скошенным вот таким вот срезом, очень удобно наносить на губы, можно даже контур очерчивать вот этим кончиком, ну, конечно, я вам это не рекомендую делать, потому что объективно карандаш все-таки работает, и если у вас есть морщинки, да, то помада может потечь, а чтобы этого не было, нужен карандаш, ну, как бы, кто может позволить себе так пользоваться помадой без каких-либо дополнительных продуктов, то, конечно, в этом есть смысл, тут также у нас есть такая вот эмблема, да, гравировка на самой помаде, в общем, выглядит все реально красиво, ну, то есть, прям от и до, с приятным щелчком, который, помаду, футляр которого вы можете достать абсолютно в ходе где, это будет реально красиво, презентабельно, и привлекать внимание к вам по поводу самой помады, я в ней, шелковистая роза оттенок, 54-й код, оттенок, кстати, мне очень понравился, он, то есть, знаете, такой не нюд, ну, и не яркий, розовый какой-то, приглушенный, очень хороший тон, я думаю, будет многим подходить, все-таки он больше в розовую сторону, но он в такую теплую розовую сторону, мне, в общем, очень понравилась помада, и даже оттенок отличный пришел на обзор, которым я явно буду пользоваться, и здесь, конечно, хорошая палитра, есть пробники, поэтому вы можете приобрести, посмотреть, что вам нравится, тут действительно есть из чего подобрать, по поводу помады, ну, вот, чем отличается сатиновая помада, например, от любой другой крема, она наносится, как по маслу, ну, то есть, вот, просто, если у вас сухие губы, есть какие-то сухаряшки, назовем это так, да, какие-то вот эти бывают, у кого сухие губы, тот понимает меня, у меня сухие губы, эти моменты сразу же под помадой разглаживаются, и их даже не видно, то есть, вот, если матовые помады, они могут это подчеркивать, но у нас есть помады, которые это не подчеркивают, вот, то эта помада, она прям это все размягчает, губы прям идеально ровные становятся, мега напитанные, и что меня поразило в этой помаде, в новой коллекции именно, да, тут написали про стойкость, и ведь действительно помада стойкая, как я это определила, по поводу часов я вам не буду говорить, я не засекала, сколько она там держится, тем более, все равно, если вы что-то съедаете, что-то выпиваете, да, еще какой-нибудь капучино, то какой-нибудь такой напиток, да, с молоком, с жирностью какие-то продукты, ну, в общем, съестся любая помада натурального происхождения, но тем не менее, как я поняла, что это стойкая помада, я, в общем, вылезла за кондур, такая вот, пальчиком решила поправить, причем я это все в туалете делала, да, рядом с умывальником, такая сделала, хоп, думаю, о, помада, прям цвет помады, прям такой же, как на губах остается, то есть плотное покрытие, потом думаю, ну, помада, ну, кремовая помада, ну, в смысле, да, такая думаю, оп, вот так вот потру, и она удалится, потерла, она абсолютно не удалилась, ну, то есть она как была насыщенная помада на пальце, так и осталась, хотя вот провела прям хорошо, то есть ее пока не смоете хорошенько с мылом, она не смывается, да, ну, понятно, что с очищающим средством, каким-нибудь двухфазным средством, жидкостью можно смыть с легкостью, ну, то есть оттенок действительно стал более стойким, это факт, потому что я такую, ну, такое не наблюдала у прежней версии сатиновой помады, но помада роскошная именно на губах, как она ощущается, не сушит губы, просто гладенькие, напитанные, ну, восторг, восторг, пробуйте, кто любит сатиновую помаду, радуйтесь, что она к нам вернулась.